На прогулку с собой обязательно берем термос чая, берем водичку и яблочки, но это не факт, что мы никуда-то не зайдем. Всем огромнейший привет из солнечного Сочи, вы как всегда на канале Семя на чемоданах, с вами я, Славян, Настенька, Артем, Мирон, Родион, короче, толпа. Погнали в новый выпуск, будем сегодня гулять по интересным местам, много моря и много солнца. Вот там, где мы живем, получается, да, возле это Green Sail Park, вот здесь детская площадочка, обещал вам показать еще во вчерашнем выпуске, но мы не дошли. Вчера очень много прошли и мы просто, ну, не было сил вообще. Вчера, кстати, на прогулке мы прошли порядка 15 километров, выпуск можете посмотреть по ссылочке в описании. Прорезиненная, современная, качельки для постаршей, для помладшей, закрытая территория комплекса, прикольная. И здесь, кстати, огромное количество квартир еще продается, ценник, конечно, космический, но если есть финансы, то почему бы и нет. Единственный минус сочинской застройки, ну, я так считаю, что это то, что, видите, окна в окна смотрят, это, конечно, не совсем вау. Вообще, сегодня еще думаю, надо обязательно помыть машину после поездки. Очень грязно, у нас здесь как раз есть прям рядышком автомойка. Я капец как переживал за то, что мы сейчас доедем до Сочи и будет какой-нибудь, ну, расход масла, что масло сожрет. Вообще, поездка такая проверочная. Вытащил сейчас щуп и нету. И вот вообще, как было на щупу перед поездкой, так и осталось. Рад. У нас дело так обеду, и мы решили, что нужно садить в магазин, купить что-нибудь, булочек. Чай-то мы с собой взяли и пойдем к морю. Будем, так сказать, обедать. С таким прекрасным видом на морюшко будем кушать. Вчера тоже так же обедали. Сходили, все купили. Пока Мирончик спит, у нас будет перекус. Поближе к морю. Но здесь, конечно, неплохо так сбило. Вообще. Эх, думал. Водицу потрогать. А оно вообще, волна бьет сильная. Красота. 10 градусов сейчас море. Я не решаюсь искупаться. Это прям очень холодно. В том году 14 было. Ну, иногда 12. Но десятка это что-то прям слишком. О, зацепило. О, мальчишки до мороженого добрались. Ха, почти доел. Мирончик спит. Радюшка тоже. Вон, штаны порвал себе на самокасе. Да, мальчишки. Ты? Вкусно? Я так люблю пляж. Любишь пляж? Да, не умею, но я люблю. Смотри, какое море. Да? Мари на море, сынок. Да, ты на море. Мирончик, на море, да? Красиво, да? Да? Красиво, да? Мы приехали на пляж Крылья Балтики. Кто давно за нами следит, по дороге, наверное, уже вы поняли. Где мы, как мы, и здесь вообще красота. И Настя даже говорит, что же мы с собой ничего не взяли. Ладно, давайте. Я не буду затягивать. И сейчас я вам все покажу. Смотрите, здесь огромнейшая парковка. Она бесплатная. Там кемпинг есть. Я вам чуть позже его покажу. Оденьте, оденьте. Одевайте свои размеры, берите. Там какое размер? 4-5, держи, твоё. 5-6. И дальше начинается огромная пляжная линия. Так, здесь сразу поставили табличку. Территория тра-та-та-тена, территория выгол собак. Мангалы, разжигание костров, курение, мусорить. Вообще, везде стояли беседки. Мы в том году, в 20-м году, мы здесь закусились. Типа а-ля собственник, который хотелось нас за денег. Вот, выпуск прикреплю в описании. Посмотрите. Вот здесь они стояли раньше. Тысячу рублей они брали. А вот они стоят дальше. Вот. А, да. А, я туплю. Вон они стоят дальше. Да, да, я туплю дальше. Вот, здесь огромная линия береговая. Здесь пляж тоже классный, но он, говорит, труднодоступный. Вон людьки там баньку делают. Вон раздетые шашлычок. Всё равно здоровенько, здоровенько. А вот тут вот, это автокемпинг. Вот за вот этими трубами. Да, вон люди. Столик на столике стоит. И здесь, конечно, пляж в этом плане ещё классный. Настя идёт и говорит, да, запах костра, да? Да, как мы соскучились. Я хочу палатку. Да. Я хочу кушать на еду, на мангале. Здесь кафе функционирует. Здесь очень много лежаков, бунгало. Ну, летом стоит. Всякие аттракционы они даже ставят. Вообще оборудуют. Вот в том году оборудовали вообще классный этот пляж. Посмотрим, как будет в этом. Пока межсезонье. Тут красота. Из баньки выскочили. И пошли плавать. Ну, как же, а? Слушайте, вообще, конечно, идеально было бы прикупить себе тоже такую штуку. Я так понимаю, что она очень быстро раскладывается. Ставится печка там. Шукс. В красоте, да. Идея классная. Ты попарилась с такой? Да, я бы... Коробу бы поставили. Живи, да? Да. Да. Но они по двое заходят, а двое туда зашли. И потом вдвое вышли. И они, короче, по очереди туда. Ну, маме, он места там, конечно, однозначно мало. Здорово, что он переносная такая. Вот насколько теперь в машине удобно. Просто так вот постелил, расстелил, переодели. Настенька вон, Мирончика, переодела. Не переодела, он тут наслаждается. Он наслаждается. О, какая у тебя кровать-то, да? Ну, мы, конечно, вообще сильно затупили. Надо было сегодня прям взять, заехать в магазин, купить сразу все это дело. Там шашлык, машлык. И переехать. Потому что сегодня погода прям идеальная. И здесь сейчас эти все за, поехал. В комментариях напишите, кто в Сочи приезжает, знали ли вы вообще про этот пляж. Это наш такой секретный. Мы всегда о нем рассказываем, конечно. На самом деле просто мало кто добирается сюда. Либо на такси, либо на велосипеде, да? Либо на своем автомобиле. Да и то не каждый поедет на своем автомобиле, потому что дорогу вы сами видели. Но здесь прикольно. Прям очень. Так, вот как я обещал, что мы дойдем. Здесь все-таки сосунки стоят. Единственный такой тенечек. И вот он. Кемпинг. Видите? Вон здесь есть автодома. Стоят, видимо, здесь прям живут зимой люди. Прикольно. Вот так вот. Ну, видно, что жилой, прям жилой гемпинг. Что и костерчик там. Мирончик что-то прям подустал. Не дождались мы заката. И выдвигаемся в сторону дома. Мы когда зимовали в Сочи, вот жили вот в этом ЖК урожайном. И здесь вот улица следующая, ну, собственно, урожайная. Там типа оптовый рынок. Но на самом деле там много что можно было купить. Очень дешево. И вот мы сейчас едем. Настя говорит, давай заедем. Типа помнишь, типа орешки покупали. Ну, типа сгущенки сладкие. Заедем, купим. И рыба там красная, достаточно большая, классная. Стоила 270 рублей килограмм. Вот мы решили сейчас заехать сюда. И посмотреть, ценные изменились нет. Если нет, то я думаю, что возьмем. Полицейский здесь положили. Их, кстати, не было. Видите? Лежачий полицейский. Да, здесь, кстати, всегда было очень много аварийных ситуаций с пешеходами. Возможно, здесь кого-то бахнули. И поэтому теперь вот так. Мамы стоят. Вот этот рынок начинается вот слева, справа. Ну, что я купил? Орешки. Вот про них я говорил. Короче, в том году они стоили 120 рублей. Я увидел в Краснодаре эту штуку. 500 рублей стоит. Здесь сейчас я их купил за 220. То есть на 100 рублей они подорожали. И, собственно, рыбу, вот, которую Настик очень любит. Красная, вот в упаковке. 270 она стоила, сейчас 290. Коль мы не пожарили шашлык там, мы пришли домой, сейчас купили еды. И сейчас будем готовить. Пришли на ужин, значит, гречечку. Запариваем. Курица. Это куриная грудка. И все это дело перемешать. Сейчас покажу вот с такими овощами. Так, а, вот они стоят. Опа! Вот. В Магните покупали. Волк овощи по-азиатски. Здесь в составе, смотрите. Перец сладкий, капуста цветная, морковь, фасоль стручковая, грибы, шампиньоны, лук репчатый и имбирь. Вот, должно получиться очень вкусно. По крайней мере, выглядит очень классно. Сейчас чуть грудка, потом сюда овощи и еще сметану. Все это делать, и должно получиться вот так вот. Вот так все это получается. По мне, так очень даже прикольно. Но посмотрим, что получится на выходе. Мы решили не добавлять сметану, чтобы не портить это все сочетание азиатской истории. Просто добавим гречку, и все. Вот такая красотища у нас получилась. Правда, дети решили, что будут гречку с молоком. Хотя Родиону все мешает. Он грешится. Ну да. Будем кушать, ужинать. Спасибо, что смотрели выпуск до конца. Обязательно подпишитесь. Обязательно поставьте лайк данному выпуску. И, конечно, пишите комментарии. А мы с вами прощаемся. Нам приятного аппетита. А вам пока. Субтитры сделал DimaTorzok